Привет всем фанатам канала МастерCSS, на связи с вами Серега и в этом видео я расскажу вам, как создать вот такой прикольный 3D скриншот для... Собственно говоря, я не знаю нафиг он вам нужен, но если нужен, тогда смотрите это видео до конца. Первым делом хотел бы рассказать, как такие штуки создаются. Покупается обычно макап в районе где-то 10 баксов, в котором встроена уже 3D подложка, всунута тень и все что остается это просто натянуть свою картинку и вот он результат готов. Однако мало кто знает, что в программе фотошоп с самого нуля такая штуковина создается буквально за пару минут, собственно об этом и будет наше видео. Для работы нам понадобится фотошоп и наша бедная маленькая картинка, над которой мы будем издеваться и маньячить на протяжении всего этого видео. Поэтому, дорогие друзья, пожалейте нашу бедолагу и прямо сейчас поставьте большой и жирный лайк этому видосу. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, если вы по какой-то совершенно непонятной для меня причине до сих пор этого еще не сделали. Ну а если серьезно, то прямо в описании к данному видео я разместил прямую ссылку на скачивание этой картинки. Загружайте ее к себе на компьютер и мы двигаемся с вами дальше. Картинка на базе, поэтому дуем в фотошоп и создаем в нем новый документ. 2 500 на 2 500 пикселей, 72 пиксели на дюйм, цвета RGB 8 бит белый, точно такой же создавайте. Жмем ОК и получаем белый идеальный квадрат Малевича, который стоит мульоны при мульонов баксов, но к сожалению продать мы его не сможем. Ах, жаль. Так, теперь вот в этот квадратище суем наш скриншот. Так, так, по центру, ну вообще где хотите там его размещать, не суть важно. Так, помещаем в размере 1 к 1, то есть 100% размер, я сейчас увеличу, чтобы вам было лучше видно. И теперь выбираем слой со скриншотом, идем в редактирование, трансформирование и искажение. И вот тут начинаем издевательство над нашей картинкой. Так, давайте я этот угол сюда, этот угол сюда, этот угол сюда, сюда, а этот сюда. Так, а этот сюда. Ну, что-то у меня получается такое, но я еще не знаю, что-то. Ну, по-моему, даже как-то так ничего, да? Так, давайте я еще немножко побольше его сделаю. Вот так вот. А, у меня ширину надо делать. Так, ну, где-то вот так. В принципе, меня это устраивает. Вы делаете на свой вкус и цвет, но где-то в таком же ракурсе постарайтесь сделать на глаз. Жмем перемещение, выбираем поместить. И вот что у нас получается. То есть там скриншот есть, осталось добавить 3D и тень. Сейчас мы этим и займемся. В первую очередь давайте сделаем еще 9 копий нашего скриншота. То есть, смотрите, я делаю вот так. Получилось 2 копии. Теперь выделяю все эти 2 слоя. И делаю еще вот так. Уже 4. Теперь выделяю 4 слоя вот эти. И делаю еще так. Уже 8 слоев. И последние 2 слоя выбираю. И делаю их копию. И получается всего у нас 10 слоев. Так, двигаемся дальше. 10 слоев есть. Вот этот давайте переместим в самый верх, чтобы нам не надо было ничего переименовывать. Так. И теперь выбираем вот второй. И до предпоследнего все выделяем. Вот так вот. И теперь перетаскиваем все это в отдельную папочку. Вот видите, как я делаю щелк. У меня появилась группа. Теперь давайте все это обзовем так, как надо. Группу давайте назовем 3D. Так, 3D. А здесь будет тень. Я назову его Shadow. Так, тень. Отлично. Тень пока сделаем невидимой. И теперь давайте займемся 3D. Хотя нет. Сначала давайте я сделаю здесь фон темным. Два раза щелкаю вот по этому слою. Появляется такое окошко. Жму ОК. И у нас все получается. Следующий момент. Опять два раза щелкаю по этому слою. Появляется окно стиль слоя. Выбираю наложение цвета. И выбираю цвет какой-нибудь потемнее. Вот так. Отлично. Пойдет. 4, 2, 4, 2. Жму ОК. Ну, то есть, такая темная темный фон мне больше нравится. Так, дальше. Теперь давайте сделаем наш 3D подложку для нашего скриншота. Давайте я, кстати, его немножко увеличу. Вот так вот, чтобы вам было лучше видно. И здесь, смотрите, щелкаю сюда вниз. Раскрываю папку. И выделяю на ней полностью все файлики. Полностью все выделил. И теперь, смотрите, выбираю инструмент перемещения. И нажимаю стрелочку вниз. И наши все файлы опускаются на 1 пиксель. Затем, самый верхний я убираю из выделения. И опять жму вниз. И все остальные сместились на 1 пиксель. И так до самой победы. Давайте, вот я не буду даже на паузу нажимать. Тут ничего сложного и долгого нет. Так вот. Так вот. Так, я не понял. Опаньки. Опаньки. Так вот. И, в принципе, все. Опустили. Вот у нас получается такая 3D подложка. Видите? Но в некоторых местах она еще не похожа на 3D подложку. То есть, где-то она не видно, как загибается. И это, в принципе, тоже достаточно легко исправить. Смотрите. Мы, опять-таки, сворачиваем полностью всю 3D папочку. И жмем два раза на ней, вызывая окно стиль слоя. Дальше. Выбираем наложение цвета. Так. Здесь выбираем черный цвет. И смотрите. То есть, вот что у нас сейчас есть. Да? И теперь мы убираем прозрачность. Где-то, ну, на глаз убирайте, короче. Так, чтобы вам понравилось. То есть, вот у меня 38%. Видите, как получается. И теперь у нас четко виден загиб. Видите? То есть, оп, тут загибается. Все это хорошо стало видно. И таким образом мы подметили, где у нас идет 3D обложка. То есть, видите, все достаточно просто. Отлично. 3D создали. Осталось сделать тень. Тоже будем делать ее при помощи вот этого слоя. Итак, сначала мы его делаем видимым. Затем щелкаем два раза по нему. И здесь выбираем наложение цвета. Так, черный цвет. Жмем ОК. И правой кнопкой по слою. И выбираем растрировать стиль слоя. Щелкаем. И у нас появляется черный слой тени. Вот давайте я вам покажу. Видите, да? Давайте я его назад засуну. Теперь, чтобы его сделать более, так сказать, мягким, нам достаточно применить фильтр по гауссу. Давайте фильтр, размытие и размытие по гауссу. И здесь ставите столько пикселей, сколько вам надо. То есть, ну, сами выбирайте на глаз, чтобы вам нравилось, конечно же. А не АБК из боку бантик. Итак, 25 пикселей. Меня, в принципе, вполне устраивает. Давайте я сделаю поменьше. Вот что у меня получается в итоге. И эту тень я смещаю немножко вниз. Вот так вот. То есть, чтобы она тут выделялась больше, а там меньше. Ну, правдоподобнее. Видите, как будто поднятая получается у нас вот этот скриншот поднят. И теперь вот эта тень, она сейчас слишком темная. Особенно, если вы сделаете белый фон, там вообще очень темно будет. Поэтому вот для темного фона ее надо сделать чуточку темнее. Для белого фона, и то не чуточку, видите, насколько я там 50% сбил. И то она еще какая-то темная. Для белого фона еще больше убираете прозрачность. И вот в итоге что у нас получается. Видите? Вот такой вот красивый 3D скриншот буквально за пару минут. Отлично. Теперь, смотрите, у нас не забываем, что эта картинка большая. Теперь мы, смотрите, что делаем. Вот этот слой делаем невидимым. И здесь щелкаем по тени правой кнопкой мыши и выбираем выполнить сведение или нет. Объединить видимые. Вот этот выбираем. Объединяем видимые. Все видимые объединяются. И теперь смотрите. У нас получается большая PNG картинка с прозрачным слоем. Ну, еще не PNG, но сейчас она будет. Так, теперь выбираем инструмент выделения вот здесь. Вот это все выделяем. Нажимаем Ctrl-X, либо редактирование и вырезать. Вот. И теперь файл. Создаем новую картинку. Вон, 1590 на 815. Ну, размер автоматически пропишется, когда вы вырежете. И вставляем сюда наш скриншот. И вот теперь, пожалуйста, наш скриншот. Видите? То есть, опять-таки, можем сделать его прозрачным. Нажимаем Ctrl-Alt-Shift-S. Вот. Сохранить для Web Alt-Shift-Ctrl-S. Ну, по-другому. Так вот. И появляется такое окно. Вот с нашей картинкой. И теперь мы делаем размер, который нам надо. Например, 500 пикселей в ширину, 256 в высоту. Видите? И вот, пожалуйста, наш скриншот. Мало видно, делаем его побольше. Щелк и вот, пожалуйста. То есть, вот таким простым макаром создается наша картинка. Думаю, в ПНГ вы уже и сами сохранить картинку можете в фотошопе. Поэтому дальше видео записывать смысла нет. И еще один момент. Если у вас будут какие-то вопросы, то, конечно же, задавайте их прямо в комментариях. Блин. Еще один момент. Дорогие друзья, совершенно вылетело из головы, что я хотел пригласить вас в это воскресенье принять участие в новом бесплатном тренинге, в котором мы с нуля в программе фотошоп нарисуем целый сайт. Как раз таки сайт будет из сегодняшнего скриншота. И в воскресенье вы увидите всю страницу, которую мы будем рисовать. И сразу говорю, что обучение начнется у нас в понедельник, однако запись будет вестись только в воскресенье. Поэтому в воскресенье ушки на макушке и ждем от меня письма. Придет оно где-то в районе с 12 до 3 часов. Ну что ж, теперь уж точно все, все, что хотел я вам сказал. До встречи в воскресенье. А, да, не забываем ставить лайки. Блин, и подписываться на наш канал. Все, теперь точно пока.